Друзья, со мной в студии музыкант, автор-исполнитель замечательных песен Андрей Матвеев. Добро пожаловать, Андрей. Добрый день. Скажи, я слушала твои песни, и они все разнообразны. И действительно, это разрушает такой некий миф и представление о том, что песни о Боге, они должны быть определенного стиля и с определенной лексикой. В общем-то, в Библии написано о том, что Бог, Он многогранен и многообразен. И все Его сущности, все Его проявления, они многогранны и многообразны. И музыка, как, скажем, часть сущности Бога, она тоже должна быть многогранна и многообразна. И что касается христианского творчества, то, знаете, в Библии есть такое хорошее место, в пятой главе первого Фессалоникийца, там написано, что Бог, Он к моменту Своего пришествия, Он приведет наш дух, душу и тело в подготовленном, без порока. Я думаю, что музыка со своей стороны, она должна также влиять на дух, на душу и на тело. И для меня, ну, как бы, часто не очень приятным, скажем, явлением приходится наблюдать, когда музыка в христианстве, она направлена только вот в каких-то рамках, скажем, прославления, поклонения и хвала. Это очень важно, я очень люблю это, я сам развиваюсь в этом. Но я считаю, что музыка, она должна восстанавливать или реформировать, скажем, не только дух, но и душу, а также тело, то есть полностью все наше естество. Песня – это проповедь. Вот мои песни – это моя проповедь. Только она выражена, ну, не в словах, а вот в звуках. И музыка, как она, имеет огромный потенциал в себе. И очень часто, что просто даже одна музыка, она может произвести намного глубже, скажем, какие-то процессы в нашей душе, в человеческой, нежели какие-то слова. И я очень, ну, часто в этом убеждался и видел это. Я знаю, что ты часто даешь концерты в исправительных колониях, в тюрьмах, в центрах реабилитации и получаешь от этого огромное удовольствие. Скажи, что дают тебе вот такие встречи? Во-первых, когда я встретился с верующими людьми, я понял такую вещь, пришло такое откровение, что в миру на свободе есть масса людей, которые имеют все необходимое для жизни, то есть имеют положение в обществе, имеют материальный достаток, имеют все необходимое, и при этом они остаются рабами внутри себя, рабами своих удовольствий, рабами греха. Живя на свободе. Да, живя на свободе. И с другой стороны я увидел, что вот в этом как бы царстве, в котором господствует страх, смерть там и вот этот мрак, живут люди, которые, находясь как бы в цепях, да, они по сути свои внутренне свободные люди. Меня это очень сильно вдохновило, и просто вот это откровение, оно мне дало такой толчок для того, чтобы я ездил туда, для того, чтобы я со своей стороны, как творческий человек, как музыкант, прилагал все усилия для того, чтобы посеять эту свободу или какой-то пусть маленький лучик жизни в сердцах этих людей. Я хочу спросить у тебя, какой из граней Божьего характера, характера живого Бога, ты ценишь самым наибольшим образом? Ну, самое главное, наверное, все-таки это любовь. Именно Божья любовь, такой, какой она является, то есть не безусловная любовь. И я глубоко убежден в том, что именно Божья любовь – это единственное средство, которое может изменить как общество в целом, так и конкретно взятого какого-то человека. То есть его, человека, ничто не может изменить, кроме как любовь. Никакие ни убеждения, ни вера, ни философия, ни какие-то законы или морали, или еще что-то. Ты об этом написал песню, ты споешь ее для нас? Да, есть. С удовольствием споешь ее. Она так долго ждала, когда откроет ей дверь. Она так сильно желала поселиться за ней. В стенах старого дома холодно и темно. В них обида и страх пили горя вино. Летели дни и недели, а она все ждала. Дверь открывать не хотели, а она все ждала. Проходит месяц за месяцем, годы летят. Может, все же услышат и дверь отворят. Не врывалась и не пугала, не ломала, И не кидала, не гнала, и не давила. Все терпела, все сносила отверженье. Боль разлуки, море крови, гвозди в руки. Умирала, воскресала, никогда не переставала. Любовь, твоя любовь. Любовь, твоя любовь. Любовь, твоя любовь. Любовь, твоя любовь Царей ясной взошла, чтобы тьму просветить Рекой живой потекла, чтобы всех напоить Всю себя раздарила, кто подарок возьмет На куски преломила, кто вкусил, тот живет Закрыта дверь, а она все по-прежнему ждет Может, кто отворит, она в гости зайдет Может, кто-то полюбит и обручится с ней Но на засовы закрыта тяжелая дверь Не врывалась и не пугала, не ломала И не кидала, не гнала, и не давила Все терпела, все сносила Отверженье боль разлуки Море крови, гвозди в руки Умирала, воскресала Никогда не переставала Любовь, твоя любовь Любовь, твоя любовь Любовь, твоя любовь Любовь, твоя любовь Благодарим тебя за твою любовь Которая не гонит Которая не врывается Которая не раздражается Которая не мыслит зла Которая не гордится и не превозносится Которая не ищет своего Мы благодарим тебя, Господь, за то, что твоя любовь никогда не перестает Мы благодарим тебя, наш Бог, за то, что ты любишь нас такими, какие мы есть За то, что твоя любовь умерла за каждого из нас на кресте За любовь, которая вечно Слава тебе, Иисус! Друзья, любовь и сила живого Бога Способны перевернуть не только вашу жизнь Но и через вас, и ваши таланты повлиять на весь мир Откройтесь перед Небесным Отцом И позвольте Ему привезти вас туда, где вы будете действительно счастливы Андрей, спасибо огромное за участие в программе Друзья, мы встретимся через минуту Человек рожден для счастья Поэтому у каждого есть шанс сделать свою жизнь радостной и счастливой Как? Звоните, пишите, чтобы узнать больше Наш телефон 8 800 299 88 Бесплатный по России Редактор субтитров А.Семкин